Клево всем, друзья! Приехал на рыбалочку, на одну базу, взял лодку, ёршик небольшую и вот с удочкой выплыл в камыш и попытаться что-нибудь поймать. Водоем обычно с прозрачной водой, но сейчас период рисовых чеков. Через этот водоем проходит канал, который соединен с рисовой системой и вода здесь вся еще мутная. Обычно здесь уже к августу делается вода-стекло и отлично ловится вся рыба, окунь, щука, крупный карась. Сейчас не знаю, решил съездить сюда на проверку, что у меня и спиннинг с собой, вдруг окунь начнет плевать. Ну посмотрим. Пока основной все-таки решил на удочку половить караська. Погнали! Вот такая маховая шестерочка у меня. Вода мутная и даже не знаю, не вижу, что на дне. Трава, не трава. При этом воды очень много. Осенью здесь была в этом месте вода около метра, сейчас больше двух. Так сильно поднялась вода и поэтому как что будет, ребят, даже понятия не имею. Мутная, воды много. Не вижу, где трава находится. Ну ничего, надеюсь, что не поймаем. Сейчас сначала заряжу удочку, прощупаю дно, а потом по обстоятельствам, как говорится. Интересно, в таких местах давно слотки не ловил, как в детстве. В детстве очень много слотки ловил. Из камеры ловил, щуки немерено переловил, друзья, с камерой. Я жил в городе всю жизнь в Краснодаре и у меня прямо возле дома озеро Карасун, огромное озеро с глубиной больше шести метров. И вот в нем всю детство ловили щуки. Ну, папа, как всегда, с лодки вещей, а и мы, пацаны, с камер. Рядом троллейбусное депо. Пойдем насобираем, наберем в нем бэушных камер в депо с шишками. И троллейбусные камеры, вам скажу, офигительные относительно размера и веса. Это самое лучшее было. Тракторы не сильно большие и тяжелые, а вот как раз троллейбусные, то, что доктор прописал, главное было дотащить. Во времена были советские. Нужны камеры без проблем. В троллейбусное депо зашел и набрал, взял. Понадобился магний в советские времена. Пришли в депо Икарусов, корзин набрали. Во были времена классные. Никаких проблем, ни в чем не было. Это реально. Все, что нужно было для детства. Находили, брали. Все были не против. Бери не хочу. На рыбалку хочется. Попасть в место, чтобы травы не было. Трава. Как вы знаете, где тут трава, где не трава? Трава. Было бы чисто, было бы видно. Показываю глубину несколько метров. Переплыл я в другое место. Там вообще не смог найти, куда ловить полному дня. Здесь капельку почище. В принципе, тоже на дне, как я понимаю, трава. Но ничего, я прикормку буду делать не шарами, а такую рассыпчатую, но липкую очень. И буду бросать в одну точку, чтобы она не пылила, но она была очень пластинчатая такая. Но не лепить шары. Найти бы, где ловить. Ну, это мы будем пробовать все по ходу. Возможно, просто приподниму крючок и там уже буду по обстоятельствам смотреть. Ну, где-то там буду ловить. Давайте, ребят, мешаем прикормку. Прикормка черный лещ. Не изменяю своим традициям. Такой прикормкой испортить рыбалку невозможно. Если что-то взять другое, испортить рыбалку проблем нету. Когда не знаешь, что, как и на что, бери черную прикормку, не сильно ароматизированную, и не промажешь. Птички. Прикормку сделаю очень липкую, но лепить шарами не буду. Мне уже, что она не пылила, не звала мелочек. Это главное. Но при этом была липкая, чтобы карась мог ее кусочки не откусить. Сначала животинку добавлять не буду. Если карась отзовется, если вдруг карась придет, на часть скину прикормкой немного. И если карась придет, тогда, возможно, добавлю в нее животинку и посмотрим на результат. Пока прикормка набухает, чтобы не скучать, один у червя я заброшу, а вдруг прыгнет. Возможно, придется поиграть глубиной выше ниши, чтобы найти карась. Червячка. Червячка. И заброшу. А вдруг? Малька вот такого сантиметрового валом. Опа, опа, утопило. Окунь. Во! Первая рыбка – окунь. Окунь есть. Маленький. А нужен карась. Пойдет липкая прикормка. И теперь вот так вот просто беру, вот так вот делаю и бросаю. Слепил такую вот фигню и бросил. Слепил такую фигню и бросил. Вот так вот. Раз просто вот такая штучка у меня, как козябла. И туда. И теперь ждем рыбку. А вдруг подойдет. В идеале карась. Ребята. А карась-то есть? и подошел смотрите какой красавец золотистый огромный отлично оп-оп-оп-оп-оп карасик ребятки карасик карасик небольшой красивый наверное еще и вкусно друзья вот такой красавчик здесь он такой красивый бронзовый смотрите красивый так это мне уже больше нравится сюда маханька красный перка youtube как как и давай 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 повел 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 с надеждой на карася карасик небольшой вообще маханьки малыш на живца такой отпустим тут же есть огромные караси тут уже карасик они красноперка а плотва ничего себе друзья аж в руку ударила вот это плотвень смотрите красавица пойдет утопила в руку как даст чтюточку не выдернула сразу со дна или с травы красноперка вот такая вот представляете друзья ну давай что-то карасика опа это карасик ребятки карасик 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 карасики диком иди ко мне мой хороший ой какой карасик вот это другое дело ты туда такой хорошенький карасик здесь он тут красноперка перехватывает не дает ему итоге на сотню красноперок один карась как-то так получается так я мог про кукурузу забыть а был бы шанс она может быть кукурузу ты не брала карасик может быть брал бы а там кто его знает никто это долго простояла и все равно нашла и клюнула гадина не похоже на караси нифига себе кто это подлещик до подлещика я тут еще не ловил всякой тварь и папа ряда на ее здесь столько много красноперки даже не знаю чего делать все вот это уже она нашла над ней лежит нашла ну что такое покрупнее о плотвичка хорошенько поклевки очень красивая поклевки просто на загляденье еще это под пение птичек под красивое небо под хорошую погодку уже сколько ее здесь я уже нара пару сотен точно выпустил и отбить нечем и отбить нечем других насадок нету даже до надо день дает просто перехватывает на лету хотя бы секунд 30 давала полежать чтобы у карася был шанс глубина роли не играет приподнял опустил вообще все без разницы да пачку червей сожрала одну пачку червей она сожрала ну что 100 миллионную красноперку попытаюсь поймать да не хочет карась потом есть раз подходил друзья я ее уже столько переловил я не знаю что уже ее тут миллион и миллиард ну с другой стороны это главный признак что карася нету если б он был он бы отогнал и так она во всех слоях и на дне и на дно вот это вот со дна непосредственно лежала на дне или на траве не знаю что сидит там поклевка не на перехвате а именно нашла взяла и скушала все крючок лежит на дне ждем поклевку был бы карась он бы подошел скушал ну или не скушает или с большой вероятностью красноперка поднимал и выше и ниже на разных глубинах результат один пробовал в разные места там где за корма нет вообще сидишь ноль полный поклевок нету там где кидал прикормку красноперк иди сюда карасик карасик давай вот он красавец какой шикарный друзья карась просто сказочный здесь красивый вот такой очень красивый друзья очень темный есть подходит иногда подходит если конечно красноперка не перехватывала шансов на поимку было бы чуть чуть побольше объем размер какой череп вообще без разницы размер крючка толщина поводка для нее роли не играет сейчас сейчас та ситуация когда можно смело ловить на обычное перо поплывок я ловлю на перевернутое перо вот можно смело сейчас ловить на перо красноперке без разницы какой поплывок красноперке без разницы какой поплывок долго стояла нашла выложила иди сюда иди сюда иди сюда карасик как он выложил друзья в траву не надо в траву выходи из травы зашел в траву поднимай вместе с травой сошел 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 хороший был собака зашел в траву и там остался так теперь опять сотню красноперок поймать надо иди сюда иди сюда иди сюда ох на лету схватил кто-то карась прям на лету клюнул только опустил и сразу клюнул и там хороший карась какой смотрите он у нас желтый ребята он почти золотой можно сказать что золотой карась смотрите какой просто класс смотрите шикарный еще и клюнул на лету как раз наперка я был уверен что красноперка друзья это такой красавчик потому что право это золотой смотрите смотрите какой красавец друзья вообще шикарный может так постепенно по чуть-чуть и что-то наковыряю уже все грузила поставил вместе опустил максимально на дно только так появился шанс хоть как чтобы доходило до дна и красноперка не всегда перехватывала хотя она находит и там внизу кто это такое выкладывает выкладывает давай 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 ну давай иди сюда иди сюда иди сюда вот такая небольшой поклевка была шикарная вот такой небольшой тоже кругленький но поклевка была красивая круто два штуки подряд вот тоже на лету сразу утопила кто это кто это кто это там такой активный кто это там такой активный карасик друзья карасик неужели начал заходить карасик сошел уже лодку не поднял крючок обломался кстати эта модель крючка второй раз обломалась у меня вот так на дыбов маленький участок и вот если я в него попадаю то нет нет клюет карась возможно какое-то окошко в траве и если в него попадаю то есть вариант поклевки сегодня переловил на разные монтажи гусиное перо перевернутое гусиное перо разные китайские типа спортивных поплавков ну скажу что гусиному перу гусиное перо гусиное проигрывает всем вот просто что не говорит по чувствительности в первую очередь да по красоте поклевок это вне конкуренции ну вот по чувствительности это большинство ловят им ставит одно грузило скользящее не скользящее вот я ловлю ситуацию у меня практически везде трава и когда я все груза собрал одну сделал одну тяжелую грузину загрузил все она стала проваливаться в дно проваливаться в траву и пошли зацепы когда приподнял основные грузы оставил только подпаски зацепов стало меньше уже именно тот эффект как все любят он пропал благо сейчас штиль ветер если есть то небольшой то есть словить комфорта но чувствительность если даже на перевернутое перо даже на перевернутое перо поклевки мелкой красноперки видно сразу в любом варианте на гусиное перо просто не вижу вижу слегка что там шелохнулся поплавок ага красноперка клюнула и по карасику вот ладошечный карасик и видно как он тяжело его берет очень тяжело приподнимает бросит приподнимает бросит там в какое то время раз приподнял повел все а в большинстве случаев для него груз тяжелый не спорю по активной крупной рыбе нормальный поплавок подойдет когда ловим на уто отличный поплавок но если вот в таких сложных ситуациях или когда рыба неактивная никто меня не переубедит ребят я все детство отловил на гусиное перо как и все то есть опыт у меня на него огромный вот уже несколько лет занимаюсь поплавком ловлю на разные снасти то есть у меня есть чем сравнивать я освоил гусиное перо я освоил другие поплавки и я вижу разницу и когда человек который не освоил современные поплавки а попробовал у него не получилось и бросил и начинает мне доказывать что это все кака извините мне с вами дискутировать просто нет смысла я эти поплавки все освоил переловил в разных условиях протестировал также ловил много лет на гусиное сейчас сейчас его сравниваю и у меня есть чем сравнить поэтому я и говорю свое личное мнение да для съемок видео это очень красивый шикарный поплавок ну лучше перевернутая точно так же поднимает выкладывает но воздушная часть низко и поклевки более чувствительные собирается элементарно поэтому если уж ловить на перо то лучше на перевернутая ну что друзья вот я половил с лодки на удочку как в детстве вспомнил как это а то уже реально забыл забыл как это классно с лодки ловить на удочку как это зверски неудобно просто очень неудобно особенно в неподготовленной лодке забыл как офигительно горит седала просто горит как классно затекают ноги но вообще все было просто огонь давайте посмотрим лов он небольшой но рыбка есть в ней гостеперки было очень много ну вот так полтора десятка упитанных карасиков две плотнички то нормально на жарёху поймал друзья до новых встреч до новых встреч